Я действительно не хочу больше жить. Я не хочу жить. Я не знаю, кто виноват. Государство или я. Я не знаю, кто виноват. Это видео, как и многие другие, можно найти в сети. Сотни роликов про отчаяние, страх и экстренные меры. Фейк-новости, которые заполняют соцсети, рассказывают, что аптеки предлагают на самом деле бесполезные средства от нового вируса. Кто-то эти меры развенчивает, а мы просто решили узнать. А как в Барнауле? Не было случаев, когда приходят и спрашивают средства от коронавируса? Нет, не было. Ни разу? А вы бы как специалист что-то посоветовали таким людям? Ну, обращаться к врачу. Правда, в аптеке сказали, что обычных масок для взрослых в продаже нет. Причем уже несколько недель. Как оказалось, дефицит во многих аптеках города. Масок нету, чтобы носить их. А почему масок нет? Ну, в аптеке очень заходило, нету масок. А где-то еще были или только в одни? Нет, я не в этой была, я там на горе живу. Вероятно, дефицит не очень волнует барнаульцев. Многие из прохожих защищаются народными методами. А вот Европа уже больше подвержена панике. На сегодня число заболевших в мире превышает 17 тысяч. Мы нашли жительницу Германии, которая рассказала о ситуации в стране. Паника у людей есть. Мы это замечаем, так как в магазинах нехватка продуктов. Какие-то консервы разбирают. Туалетная бумага, мыло мало. Или муки нет. Я уже в несколько дней хожу в магазин и ищу муку, и нету муки. Кроме того, отказываются от массовых мероприятий и отправляют школьников, которые отдыхали в Италии, на две недели домой. Кстати, нежелательно лететь в Италию и барнаульцам. Об этом рассказали в Алтайской ассоциации туризма. В настоящий момент для нас, для всех ограничены продажи туров в Китай. И Роспотребнадзор, и Ростуризм не рекомендовали воздержаться от поездок в Италию. Рекомендуется воздержаться от поездок в Южную Корею и Иран. То есть вот в настоящий момент исчерпывающий список стран. Все остальное, тот же Таиланд, тот же Вьетнам, то есть те направления, которые представлены с вылетом из Барнаула, из Новосибирска, они открыты. Полностью отказываться от отдыха не следует, ведь все страны принимают меры для локализации зараженных. Эффективнее прочих, конечно, Китай. Об этом говорится в докладе Всемирной Организации Здравоохранения. Правда, на такие меры, вероятно, способна только Поднебесная. Большая часть мирового сообщества еще не готова ни с точки зрения мышления, ни с точки зрения материальных ресурсов реализовывать меры, которые использовались в Китае. Основой этих мер является чрезвычайно активный надзор. Для немедленного выявления случаев. Как говорят врачи, именно паники и следует опасаться в первую очередь. И главное, если вы что-то заподозрили, идите к врачу. Правда, это относится и к любой форме гриппа. Андрей Дрир, Илья Халяпин. День с толком. Осложнение.